Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. И у нас новая башня! Кошмарная башня! Один игрок, собственно, также 15 боёв, но башня, по-моему, обновляется только раз в 24 часа, если не ошибаюсь. Давайте мы начнём проходить эту башню. Башню ужаса тоже пройдём, но в другом видео, в следующем. Так, для начала... О, да! Я уже вижу, что сложность повышенная. Замечательно. Я, наверное, буду проходить башню ужаса чисто за три... Не башню ужаса, а башню... Этого. Вот мне интересует, работает ли снаряга башня ужаса в этой башне. Надо проверить на всякий случай, давайте мы это и сделаем. Сначала сыграем со снарягой, которая у нас стоит, типа, для башни ужаса. Если она не будет работать, то тогда можно будет и поменять. Ну, поехали! Чё-то пока непонятно. Вроде бы уроны нормальные, а вроде и нет. Так, поехали. Так, теперь второй. Знаете, такое ощущение, будто бы работает, но с другой стороны будто бы и не работает. Как-то непонятно пока что. Ну, это первые лохи пока что. С ними ничего страшного сражаться нет. И я надеюсь, что за первые пятнадцать боёв нам выпадет хотя бы самая дерьмовая снаряга. Просто хочется поглядеть на новую снаряжение для башни. Но мне кажется, снаряга башни ужаса не работает на башню кошмарную. Но пока что бои идут не очень сильные, поэтому я не буду менять снаряжение. Будем играть пока так. Чтобы потом просто не создавать новый пресет и перенастраивать всё. Хэкс минус один Джейсон. Ну, минус одно здоровье Джейсону. Минус вторая шкала. Ну и добиваем его успешно через третья комбинация. Выходит Кенши одержимый. С ним мы быстренько разберёмся. А, нет, подождите, на мне стоит другая снаряга. Видимо, с меня сбилась снаряга и поставилась предыдущая снаряга из... Собственно... Ну, вы поняли. Поставилась предыдущая снаряга из предыдущего пресета. Так, 2400. Понимаю. Потому что иначе бы у меня не проводилась бруталити и комбинации. То есть на мне стоит сейчас другая немного снаряга. Видимо, старая. С первого самого пресета. Давайте проверим. Да. Чистый, получается, бонус к серой рю. Вот почему я наносил больше урона. И работали, собственно... И вот почему работали криты. Вот. Криты и прочая шляпа. Там поджоги всякие были и так далее. Интересно, а в этой башне босс будет каждые 20 боёв? Или как? Или тоже каждые 10. После 10 боя первый босс. И на 20 уже второй будет. Ну, посмотрим. Так или иначе. И надеюсь, за обновление не будет сниматься больше душа. Чисто тоже будет 50 душ за обновление башни. Потому что если будет больше, то это будет как-то дороговато, скажем так. Две башни проходить в день. На одну из них уходит 200 душ. На вторую, видимо, сотка. Сутки, как я понимаю. Ибо всего 15 попыток в сутки на второй башне. Как я уже понял. Либо это баг, и его исправят в будущем. Но мне кажется, реально будет. В сутки всего 15 попыток. В отличие от башни ужаса. В башне ужаса там даётся... Два раза в сутки обновляется башня. А здесь будет обновляться только один раз, если не ошибаюсь. Блин, новая башня. Так офигенно на самом деле. Причём новая башня, новая снаряга. То есть, новый бруталити. Надо будет всё это выбить как-то. Каким-то чудесным образом. И наградой, как я понимаю, будет эпик из башни ужаса. По-моему, мы прочитали с вами это? Или я сам это прочитал вне записи? Я уже не помню, когда я прочитал до... До включения записи или после. Так, ладно. Добиваем бедную Таню и продолжаем. Играем мы, естественно, без автобоя. Чтобы быстрее было. Потому что с автобоем иногда они меняются и блокируют... И бои проходят дольше, чем обычно. Чем без ускорения играть. Так, следующий бой. Смоук ластика и ещё какие-то чуваки. Мне показалось, или там был бронзовый перс? Да не, мне показалось, наверное. Так, следующий бой. Погнали разберёмся со Смоуком. Ой, но мне замедление. А, это был классический перс Саб-Зиро. Да, мне показалось, что там была бронза. Как я понимаю, уже снаряг какая-то стоит на персах. Иначе откуда на мне замедление? Добиваем, собственно, Саб-Зиро. И изи вин. Хотя нет, это, скорее всего, перенаправилась пассивка моего... Благодаря классическому Смоуку, его пассивке перенаправилась моя пассивка на мой отряд. У Саб-Зиро с маски ледяной. Скорее всего, так сработало. Вряд ли у них есть ещё снаряга. Я думаю, она появится уже ближе к сотому бою у обычных бойцов. Так, пока что обновляем башню. И отправляемся с вами на следующий матч. Интересно, будет ли босс на десятом бою? Или же они всё-таки сделали босса в каждые двадцать боёв? В этой башне. Как с фатальной. Потому что сложность, видимо, как у фатальной башни. Поэтому, я думаю, босс будет каждые двадцать боёв, а не каждые десять... Точнее, тоже каждые двадцать, но начиная с двадцатого боя, а не с... Немного урона. Блин, не успел ударить его. О, бруталити. Зашибись. Кстати, появился новый талант на бруталку в талантах. Но, чтобы его вкачать, это надо ветку атаки вкачивать. Там, по-моему, на выбор. Либо ты берёшь метку, либо ты берёшь бруталити. Так, двенадцать душ получается. Отлично. Либо метка, она перед стоит этим навыком. Не знаю точно. Но метка, мне кажется, посильнее будет, чем, опять же, вот... Навык на бруталку. Поехали пока дальше. Но мы скоро дойдём с вами до десятого боя, посмотрим, будет ли там босс вообще. В целом. Погнали пока разберёмся со смоуком. Так, поджигаем нашего Сайрокса. Ой, сейчас пойдёт заморозка на мне. Неприятная тема. Ага, у меня сработало, видимо, сопротивление заморозки. То есть, негативному эффекту. Или, подождите, он накладывает, по-моему... Он замораживает тебя при... ...комбинации, но вроде бы не накладывает заморозку на персов. Заморозка, она именно как пассивный эффект. О, храм ленькой. Но, к сожалению, он не прокачивается выше четвёртого слияния. В отличие от карточек других поддержки. То есть, четвёртое слияние для храма ленькой это максимум, как я понимаю. Так, следующий бой Скорпион Классика, Классика Мелина и Классика Ермак. Давай-давай, грузи. Так, хорошо. Против нас Скорпион Классический. Так, с минус Классическая Мелина сейчас будет. Хорошо. Ну и добиваем Ермака через второй спецприём. Можно было и через первый, можно было и обычными ударами. Но я решил не рисковать и просто использовать второй. Пока что никакой снаряги мне не выпало, к сожалению. Обида. Я хочу Эпики. Я хочу Эпики сразу за промежутки. Ну или хотя бы обычную карточку. Хотя бы зелёненькую. Поехали дальше. Смоук, Кануа и Кенши. У Смоука, по-моему, пассивка работает через 20% шанс. То есть не факт, что на нас сейчас будет наложена заморозка противника. Так, следующий. Поехали. Да, видите, его пассивка в этот раз не сработала. Замечательно. Кенши мастер баланса. Так, с минус Каныч. А мы отправляемся с вами в следующий бой. Давайте снарягу, 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 снарягу. Да, блин, монеты. Ладно, окей. Монеты так монеты. Не буду сопротивляться уж. Так, следующий бой. Слэшер Ворхес, ядовитый рептайл и чернокнижник. Ой, какая мерзкая команда. Джейсон будет воскрешаться целых три раза. Очень неприятно, но ладно. Декс. Ну ладно, придется все-таки подольше бить Джейсона. Так, на, получай. Расписывайся. Такс. Минус Джейсон уже получается второй раз. Или третий уже. Ага, подождите-ка, какого черта? Почему рептиль ядовитый только что воскрес? Что это было? Что это было реально? Что за... Какого черта они воскресают? Это что-то странное было сейчас. И мне показалось ли, Джейсон тоже воскрес дополнительный раз. По-моему, так и получилось. Это что-то страшное было сейчас. Это реально что-то опасное было. Это, скорее всего, снаряжение какое-то у противников. А оно уже пошло, получается, с этого боя? Уже снаряга есть у противников? Или это было именно 10-й бой? Типа, как будто бы боссы. Да не, я сомневаюсь, что это был... Нет, это реально был 10-й бой и с каким-то воскрешением. Давайте мы восстановим энергию на башне и отправимся в следующий бой. Субтитры сделал DimaTorzok Так-с. Это уже 11-й бой у нас получается в этой башне. Босса не было на 10-м бою, но были воскрешающиеся соперники. Это что-то интересная какая-то пассивка на 10-м бою. Так, меня немножко подожгли. Так, блокируем... А, не надо здесь блокироваться, в принципе. Они такие жирноватые уже идут противники, на самом деле. Так, окей. Так, и мне надо сейчас восстановить себе, получается, энергию, по-моему. Если у меня она уже закончилась, я посмотрю рекламку и восстановлю энергию своим персам. За рекламку. Да, давайте это и сделаем. Отправляемся с вами на бой номер 12. Уже поехали. Восстановил я энергию своим персонажам. И мы отправляемся в следующий матч. Мне бы новую снарягу для башни. и кошмаров. Было бы очень неплохо. Да что ж такое-то? Ты будешь пробивать и блока? Алло, парень. Спасибо. Поджигаем Деворо. Да блин, да что ж такое-то? У меня дропаются комбинации постоянно. Так, нафа, лучай, короче, не буду с тобой особо церемониться. 80 тысяч, кстати, с крита прошло. Это, видимо, смертельный удар сработал. Не крита, именно смертельного удара. Чисто пассивка. Так, 200 монет, как его, ну, 2400 на самом деле. И отправляемся дальше. Блин, пока снаряга не падает, вот самое что обидное. Вообще ни одной. А я уже хотел бы, хотя бы, знаете, хотя бы одну зеленую. Просто посмотреть на эту снарягу, потому что я специально для себя не спойлерил, никого не смотрел, кто выбил уже снаряжение. Очень интересно посмотреть, какая же снаряга здесь все-таки падает. Так, поехали пока далее. Здорово, Асабыч. Великий мастер. Так, ну здесь особо нет смысла целиться. Блокируем Саб-Зиро и пытаемся добить через первый спецприем. Изи. Хорошо. Дайте снарягу, пожалуйста, я хочу. Я хочу снарягу. Ну блин, ну реально. Дайте хоть посмотреть новую снарягу. Ну нет, на тебе 1100 монет, успокойся, говорит мне игра. Ладно, ладно, окей. Блин, ну может она еще выпадет? У нас еще есть пара боев впереди. Может быть, с них выпадет снаряга. Поехали. Здесь у нас противник, как Sony Blade Combat Cup, которая сменит нам Скорпиона. Но придется поиграть за Джейд или Саб-Зиро. Так, против нас Скорпион Инжастис. Так, минус сразу Скорпион Инжастис. Выходит Sony, меняет нам Перса на Саб-Зиро. Окей. Так, спроводим особый добивающий удар. И добиваем Коттеля. Что-то как-то много урона от Сабыча прошло. Вообще, прям с обычных атак до фигища урона. Так, и у нас остался вроде бы последний бой в этой башне. На сегодня. Так, 2200. Нормально. Тикс. Следующий бой грузится. Давай-давай. И последний бой. Барак Экара, Скорбная Китана, Повелитель Душь Ермак. Враги в ярости. Не знаю, что бы это ни значило, но окей. Скорее всего, это повышенное накопление силы. Либо же увеличенный урон от базовых атак. Либо же сила в начале матча. Но мне кажется, все-таки это повышенный набор силы. Враг впадает в ярость. Окей, понял. Принял. Поехали драться. Как я понимаю, это повышенный набор силы, реально, у противников. Да блин, а сейчас меня будет постоянно атаковать. Надо заблокировать ее атаку. Чтобы она прекратила свои бесконечные комбо против меня. Ну и добиваем, собственно, последнего перса. Так, давайте снаряжение. На последнем бою снаряжение. Почему бы нет? Было бы неплохо. Давайте за промежуток снарягу. Давай, 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 давай. Ну, пожалуйста. Ну, давай же. Нет, к сожалению, мне не выпало ни одной карты снаряги пока что. Но я думаю, она будет падать за бои с боссами. Которые будут у нас в будущем. Как я понимаю, все попытки я уже использовал на прохождение. Да, собственно, пять попыток новых уже не купить. И башня будет обновляться у нас, получается, через 24 часа. Да, видите, 8 часов. Хотя, подождите, у меня 8 часов написано. А почему у некоторых 24 часа? Странно. Ну ладно, если она будет обновляться, собственно, каждые 12 часов, было бы неплохо. Ну, а на этом я буду пока что, видимо, заканчивать. Так что огромное вам спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok